привет друзья сегодня видео будет про таймлэпс и про съемку на телефон на фотоаппарат и про новую прошивку для камеры sony a7 3 поехали со смартфонами все просто в приложении фотокамера есть специальный раздел который называется таймлэпс раньше он назывался покадровая съемка выбираем его запускаем а прежде нужно за стационаре телефон хорошо закреплен у каждого кстати на этот счет свой взгляд таки показывал предыдущая версия вот создатели версии статьи после того как процесс запущен нужно подождать какое-то время потом нажимаем стоп и на выходе получаем готовый результат у смартфона есть преимущество это минимум настроек для получения хорошего результата не нужны дополнительные программы для обработки и цветокоррекции при наличии стабилизатора в самом телефоне нет необходимости использовать сторонний стабилизатор или трехосевой стабилизатор для съемки видео с рук либо в движении и как я говорил ранее главное преимущество это то что смартфон всегда под рукой и все эти пункты выливаются в самый главный пункт это экономия времени для получения конечного результата то есть time labs видео но если хочется чего-то больше то необходимо использовать фотоаппарат у других производителей была специальная отдельная функция как отдельный пункт меню интервальная съемка либо покадровая съемка на по-разному называлась у компании sony до недавно времени такого пункта меню не было но в третьей версии прошивки помимо того что прокачали автофокус серьезно прокачали появилась еще и функция интервальной съемки как отдельный пункт меню как она работает сейчас посмотрим я для этого выбрался на берег моря хотя картинка достаточно статичная но тем не менее может быть у нас чуть получится на третьей четвертой странице есть функция интервальной съемки выбираем ее вид вот такой вот я выбрал за устанавливаем время начала съемки ну я сразу поставлю не надо никакой отложенной съемки интервал съемки 3 секунды и сделаем примерно 100 кадров так запускаем для этого нажимаю процесс пошел дело конечно это быстро процесс достаточно длительные но так удобно что это все в отдельном пункте меню очень гибко настраивается и в принципе поставил запустила никаких специальных звуков фотоаппарат не издает после того как закончилась съемка единственное что сигнализирует о том что сейчас процесс съемки это вот это вот табличка да но холодно в случае с телефоном вы практически сразу видите готовый результат получившегося ролика случае с фотоаппаратом это не так это куча фотографий которые необходимо обработать для этого я использую lightroom этот редактор который очень любят фотографы за простоту там парой простых действий можно сделать сложную цветокоррекцию чего иногда тяжело добиться в видеоредактор поэтому берем карту и нажимаем импортировать это достаточно длительный процесс поэтому можно налить себе чайку импорт фотографии завершены теперь нужно перейти в другую вкладку в которой мы будем уже работать с этими фотографиями выбираем серию фотографий которые будут первым таймлэпса после того как мы выбрали нужно выбрать из этой серии первую фотографию в которой мы будем выполнять вот эти все действия по цветокоррекции изменения размера и превращению из фотографии серенькой и скучной в что-нибудь яркое сделать это можно как я говорил ранее в пару кликов мышкой теперь нужно все эти настройки размножить на остальные фотографии делается это очень просто заходим в пункт синхронизации выбираем те пункты которые хотим синхронизировать вот в выбранной нами пачки фотографий нажимаем применить и видим как изменяются фотографии теперь нужно вернуться в закладку library и здесь есть специальная кнопка которая называется экспорт с помощью этой кнопки мы наши обработанные фотографии экспортируем в отдельную папку с которой будет работать видеоредактор мне этих настроек достаточно если вы какие-то другие настройки хотите выполнить там их изобилие меняйте все что угодно жмем экспорт и ждем я для монтажа видео использую final cut но многие пользуются аддом премьером сегодня я расскажу про обе эти программы и расскажу про те отличия которые есть скорее даже так по расскажу про те плюсы которые есть у аддом премьера в сравнении с final cut а начну с final cut а принцип действия у видеоредакторов один и тот же для начала нужно импортировать фотографии в сам видеоредактор для этого я жму в левом верхнем углу иконку импорта выбирайте фотографии которые будут у меня превращены в time-lapse они появляются в библиотеке файлов теперь я кидаю на timeline если до этого на timeline ничего не было то видеоредактор задаст не вопрос какое разрешение будет у видеофайла какое количество кадров будет в видеофайле я выбираю 25 и full hd мне этого достаточно ну во всяком случае в данный момент теперь есть два пути первый это сразу сгруппировать файлы а так как время проигрывания у файлов очень длительная гораздо длиннее чем секунда то нужно ускорить полученный вот этот вот фрагмент для этого заходим в специальную настройку и здесь увеличиваем скорость проигрывания есть второй путь мне кажется он правильней когда каждой секунде есть отдельно отсняты кадр для этого необходимо всю эту пачку точно также выделить и зайти специальное меню в котором выбрать время проигрывания файла то есть изменяем время проигрывания файла и уже после изменения объединяем все это в самостоятельный клип на мой взгляд второй пункт правильнее предпочтительней если в дальнейшем не требуется изменять скорость проигрывания если же изменять то по большому счету разницы не должно быть хотя мне кажется что картинка во втором способе проигрывается более плавно адоп премьер здесь все то же самое как final cut и но немного продвинутый но во всяком случае при работе с таймлапсами случае final cut необходимо было выбрать при импорте пачку фотографий здесь мы выделяем одну фотографию из пачки но ставим галочку специальном в разделе набор кадров теперь нажимаем импорт и в браузере файлов видим одно изображение это и будет наш готовый таймлапс программа сама позаботилась о том что не было огромного количества файлов а все они были в виде одной картинки и теперь если мы поместим вот эту стопку фотографий на таймлинию то у нас уже получится в принципе готовы рабочий таймлапс случае премьера есть очень гибкие инструменты для цветокоррекции настолько гибкие что иногда нет необходимости использовать lightroom можно напрямую экспортировать фотографии в премьер и там уже выполнить цветокоррекцию с базовыми инструментами которые достаточно продвинуты я же случае по кадровой съемки чаще всего использую связку lightroom и видеоредактор потому что можно выполнить очень гибкую цветокоррекцию даже в тех случаях когда кажется что картинка ну вот как допустим та картинка которую вы видите сейчас на экране она очень контрастная очень серенькая и не видно всей красоты вся красота осталась в тени для того чтобы вытащить все цвета и детали из теней я как раз таки использую lightroom мне кажется так проще иногда когда мне не хочется заморачиваться с обработкой фотографий а это бывает часто я использую не классический таймлапс а использую таймлапс видео съемку ставлю фотоаппарат на штатив снимаю небольшой ролик а потом увеличиваю скорость проигрывания этого видеоролика в видеоредактор не нужно тратить время на обработку кучи фотографий объединение их клип ну в общем те действия которые я вам только что рассказал главный недостаток это размер видео файла фото таймлапса есть еще одно преимущество размер фотографий больше чем размер видеокарта ну во всяком случае зачастую и благодаря этому можно изменять масштаб момент проигрывания кадра и получать вот такие вот таймлапсы вот примерно так все и происходит если у вас возникли вопросы жду вас в комментариях на этом все с вами был сергей всем пока до встречи надо ставить в авиа режим противном случае если будет входить выходящий вызов запись прервется